Второе послание Коринфянам, 4 глава. 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Толкование. Показывает, как легка скорбь. Все видимое говорит временно, следовательно и скорбь, и самый покой, ибо и он виден. Ибо для того сказал видимое, чтобы обнять и покой. Итак, не будем унывать скорби, не расслабляться покоем. Если же так, то невидимое, то есть царствие и мучения вечны. Поэтому ищите первого и убегайте последнего. Время не тяните, сразу считаю, ничего нет, толкование. Каждый вскидывал руки, кому хочется вопрос задать или произвести. Вера есть осуществление ожидаемого, верность невидимого. Евреям, 11 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит. Как раз вот вера, она невидима. Ее не видно, ее дает Господь. А дает только тогда, когда ты начинаешь трудиться. То есть нету труда, нету чтения Слова Божия, потому что вера дается от слышания. Слышание от Слова Божьего должно быть. Поэтому и отсюда все вопросы, которые ставились, они решаются с одной стороны легко, а с другой уже все это Господне. Легко для кого? Для человека. Потому что понятно, что нужно. Нужно взять Слово Божье и начинать трудиться над Словом Божьим. Златоуз говорит, прежде при мудрости идет чтение. Вот читать надо. Почему мы идем, распространяем Евангелие? Это благая весть для людей. И почему священники не могут нас понять? Они говорят, как же так? Все же понимают, они в церковь ходят, все им понятно людям. А мы говорим, нет, не понятно. Вот это вот, вот это наше противоречие с ними. Они говорят одно, что понятно, потому что они же там находятся. Конечно, хотелось бы, чтобы все понимали. И шли в Царство Небесное. И мы говорим, непонятно. Во-первых, церковнославянские, во-вторых, засургучено четырьмя печатями все это. И спиной к народу читается, еще гнусавым голосом, на непонятном языке. И поэтому все невидимое для людей закрыто. И Господь не может теперь ничего сделать для них. И Златоуз говорит, ни я тебе не помогу, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Вот, кстати, пример, я прямо на Татьяну взглянул. Вот сестра наша Татьяна. Начали заниматься по Слову Божьему в том году, да? Только в том году начали заниматься. И перед ней все сразу раскрылось. Почему? Душа возжаждалась понимать Слово Божье. И вот наших братьев, которые ходили туда, вот Сергий и вот Владимир, который снимает, им хватило вот этого разумения рассказать Слово Божье. Почему? Потому что они толкование блаженного фифилакта читали. И все. И комментарии. Потому что было легко. Прошли уже путь в общине вот православных христиан. Игнатия Тихоновича на занятия ходили. То есть кое-что знали, как правильно выстраивать комментарии, когда где. И все. И вот душа обратилась. И она не ходила же в храм. Она ходила только очень долго, десятилетия, да? В храмы Московской Патриархии. И когда она пришла сюда к нам, и она эту разницу сразу почувствовала, наверное, так понимаю, сразу же, да, практически. И она поняла, что действительно надо было увидеть вот это невидимое. Чтобы Господь показал. А люди часто упираются, не идут никуда. И вот тут прям маленьких ребят, которые вот подрастали, как вот Тарасий сидит, братик. Вот они подрастали здесь с нами. Но они выросли. У них свое мнение сложилось уже. И теперь их никак не убедить, что нужно оставаться, заниматься Словом Божьим. Что откроется невидимое. И они задают сейчас глупые вопросы. Как? Мне разве поможет то, что я буду сидеть и вас слушать, когда я сам все знаю? Я сам читаю. Мне Дух Божий открывает. Вот как у апостола Павла написано. Поясни, что Артон говорит, что эти люди желтник-потеряевки. И они ни на одном практически занятия не были. Можно только как-нибудь случайно. А у них как только служба заканчивается, отец на мотоцикле привез. Или нанял машину и скорее-скорее надо домой. Зачем домой, непонятно. Ну и вот в ребенке это сложилось. Понятно как? У меня знакомые, даже малые знакомые-то, незнакомые. Ну ездили, говорит, куда. Ну познакомились тут, в аптистка наша Маша Глушкова, вышла за одного замуж. Ну а она уже в годах была, и у него дети были. А Лектина, если я не вижу, где она, она знает. Здесь она. Ну а говорил-то Молчанов Николай Нестерович, я, говорит, там был. И первый раз я увидел его детей. Заходит юноша, ну лет 18. Как он подошел, как поздоровался, как степенно сел. Он все-все подметил. То есть видно, что ребенком занимались. А этот нет. Он сразу проходит посторонне, он выхватился и нет. Вот старший Илья. Вдруг я узнаю. Он готовится поступать, закончил корчевскую десятилетку или 11 классов, на факультет религиоведения. Я пошел сразу к батюшке. Он говорит, батюшка, а ты знаешь, что Илюша готовится поступать-то? Да это был теологический факультет. Нет, этого мало. Они теперь религиоведческие, а это одно и то же. Куда он будет? А там вера не требуется, ни для чего. Ты знаешь или нет? Ну, да он никуда не нужен. Абсолютно никуда. Вот на весь Мамонтовский район ни одного религиоведа нету. И никогда не было, и не надо. Он нужен будет когда-то. А куда? Это эксперты антихриста. Они будут приговориться к смерти, узнавать, насколько человек опасен для государства. Поверьте. Вот у нас в армии все служат. Но альтернативно. Наших на войну не пошлют. Почему? Государственные законы это разрешают. Альтернативно. Если в год служат полтора, то нашим два года или два с половиной где-то за больными ухаживать. Окопы копать. Но снаряды не подносить, не быть корректировщиком огня, не прочее. И вот когда принимают, сейчас они придумали как? Это военкомат проверяет. Малыш что-то написал. Справка от нас есть. Батюшка подписывает ее. Стоит печать на нашем бланке. Что-то человек на замечании. Действительно он член церкви. А они там придумали теперь, чтобы сидел рядом священник. Вот религиоведы тут нужен, там священник не нужен. И он и говорит, ну а как же нельзя. Сергий Радонежский у них. Сергий Радонежский. Это главное. Надо на все обращать внимание. Он как благословил Дмитрия Донскова. А это ниоткуда неизвестно, что он его благословил. Это вообще, это выдумка. И они этого не понимают. А эту ложь перепечатывают. А потом они в нее и поверили. Он там не нужен. Он нужен только для того, чтобы всех затолкать на скотобойню. Сделать живым мясом. Вот и все. Поэтому ты приготовься. Он тебе будет говорить, ты скажи, я считаю, во-первых, клятву давать. Клятва запрещена прямо. Против клятвы был Ян Златоуст, Василий Великий, все. Клятву давать нельзя. Ты сохранишь его. В Афганистане привезли. Это официальные данные, но считается очень заниженно. 14 тысяч 700 гробов. Представь себе, 14 тысяч гробов. Ты идешь до дома, сейчас до Ляновской гробы идут и идут и идут. А они там ничего в Афганистане не имели. А оттуда пакистанцы им там стингер и так далее. Его как огня боялись вертолетчики одним снарядом. А почему? У них там дисциплина другая. Ему дается один снаряд и он должен точно попасть. А нет, его тут же сразу на колени и голову отрубают этому зенитчику. И стреляет он на бруссер. И за бруссер он не будет стрелять. Он соскочил, чтобы прямой. Его стреляет, вот ему главное попасть было. А вот у яговистов, свидетель, ни одного не погибло. Все дома. В общем, они не шли. Три года отсидели, вернулись домой. Сейчас не сажаются в это. И мы это все говорим. Говорим. И когда нас касается конкретно, мы подтверждаем писанием, законам Российской Федерации. И вот эти ребята, он учится. Я спрошу, батюшка, ты говорил с ним? Ну еще он решил, куда-то надо поступать. Потому что везде платное, а это бесплатное. Я говорю, запрягай конец своего. Видите, то есть мотоцикл, Ямаха. Мы сели и дунули туда. Приезжаем, а почему-то Виталия отца и дома не было. Но мать была и теща. Ну и мы стали беседовать. И вы посидите и послушайте. Я с ним стал говорить. Маленько, видать, что-то коснулось. Мы все записали у нас в аудио. Тогда видео не записывали. Записали. Ты понял? Да, понял. Мы вышли. Все люше сфотографировались и все. Но он дальше-то уже думает, что. Вот теперь смотрит не то, что нравится, а где бесплатно учиться. А надо ли ему учиться, он еще не знает. Вот у нас, сколько у нас есть, самая востребованная должность. Самая востребованная. Это не у него с высшим образованием. Он золото ищет. Стране нужно золото. Но самый востребованный по специальности мужик у нас кто? Знаете, нет? Игорь Барабаш. Ну, Игорь потеряю. Я говорю, Барнауле. А, здесь в Барнауле? Да, Виктор Андреевич, наверное, болящий. Миша Коряковцев. Коряковцев Миша. Он работает на станке. Без него весь завод крас ногами. Его иногда вызывает невыроченное время. И он что делает? Завод. А он, я не знаю, кто он. Сесарь, токарь, там еще там. Навадчик. Кем он? С лесом токарь. Навадчик. Навадчик станков. Навадчик. Навадчик. Это самое то, что в городе требуется без него. Ну, просто станок остановился. Его нигде нет. И он нужен. А какое там образование-то нужно? А высшее образование не нужно. Сегодня не пойдут на это. Нужны строители. Строители. А кто? Наверху кладут камечки. Посмотри, везде. Там монтажники, блоки ставят и прочее. Вот на первом месте, конечно, барабаш. Это сельское хозяйство. Второе, тексильная промышленность. Обувь, одежду, кто-то там ремонтирует машины. Вот с этого надо исходить. Поступил политолог. Я узнал о таках. Ну, да как о чем ты будешь говорить? Все политики мира сегодня за голову хватаются. Ни одно предсказание не сбылось. Ни у кого. Ни по отношению страны. Ни по отношению мира. Ни по отношению войны с Украиной. Никто ничего не знал. А почему? А там сидят гроссмейстеры циркуля. И наугольники. Масоны. И они там направляют, куда надо подталкивают. А вы знаете? Я знаю. А почему знаете? Библия. Библия говорит. Эти подробности, вот эти этапы нам знать не надо. Христос говорит, поднимется брат на брата. Народ на народ. Войны. Слухи. Но вы, говорит, не ужасайтесь. То есть все. Вся политика в этом. А знать о том, что пойдет ли Турция, Япония, Китай. Это абсолютно не надо знать. Но я знаю. Сегодня ночью Китай пойдет. Но я все равно лягу спать. На день позже я уже два дня не выдержу. Уже все равно лег спать. А что нужно молиться? Я молюсь всегда за всех правителей мира. Понятно? Вот откуда у них это идет. Они не советуются ни с кем. Их так не приучили. А вот у нас в семье воспитывали. По-другому было. Мы ничего не делали без совета. Самое маленькое дело. Мой отец подойдет к матери. А у обоих полкласса нету. На двоих даже. И он подойдет и говорит, что Марья, а ты как думаешь? Да тихо, ну что ты спрашиваешь? Ну ты же сам все знаешь. Он походит, по кряхи. Опять обойдет, подойдет к ней. Так Марья, я вот думаю, как, брать или не брать эту корову-то? Ну говорят, много молока. Тихо, так они ее дробленкой кормят. Они же воруют там все. У тебя этого нет. Она не будет столько давать. Я сходил, посмотрел корову-то. Большая корова. Ну возьми ты, не томись своей душой-то. Ну купи. Купил. Она еще два дня до дробленкой оправлялась и кончилась. И больше нету и ни молока, ни дробленки. Мама-то права была. Отцы, она понравилась большая. Так отец убирает за ней. Ну, на возу, в вагон. А молока с чашки. Она для удобрения очень хороша была. И он, большая ванна, хотя она рука. И он по снегу, это полгитара, в огород возит, все время возит. Корова хорошая, удобрение на весь огород. Понимаешь, вот это надо на все смотреть. Теперь, я с чего начал-то? Вера есть осуществление ожидаемого. Это не вера, как, может, я ослышался, что ее, ты не знаешь, как ее пощупать. Речь идет о предмете веры. Вера есть, что осуществление ожидаемого. То есть, вот я верил, у меня была вера, что Советский Союз рухнет. Рано или поздно, шрево его распадется, этот змей Горыныч сдохнет. Я все время молился, и молился, и я молился. У меня была вера в осуществление ожидаемого. Я ждал, и вдруг бац, Беловежская пуща, Союз распался. Все по сторонам. Я понял молитву, гоху, услышал, ответил. Ну, потом, в невидимом, так. И уверенность в невидимом. Раз я верил, я уверен в этом. Почему? Верил по Слову Божьему. Дальше, что ты сказал. Вера должна быть основываться на Слову Божьему. Подав в этом уверенность. А просто как? Ну, я верил, что так будет без родителей, без совета, вышла замуж. А почему ты не? Ну, я же верил, а ему он говорил, я люблю, там, точно, а сейчас еще. Да ни с чего. Разводятся и квартиру отца отбирают. Его прописали. И он пришел, отец-то, и плащет у председателя Краевого суда Пашков Виктор Иванович, генерал-майор. И мне говорит, вот закон какой у нас, говорит. Я против закона-то не могу никак. Он инвалид, говорит, войны, уже старенький, всю жизнь работал ради этой квартиры. И пришел, откуда-то привела, не знаю, говорит, кого. И она брошенная с ребенком. И квартиру делят теперь. Я, говорит, судья, я мог бы, но я не могу, я страж закона должен быть, по закону. Вот как. У ней была уверенность, что они будут жить, потому что он ее любит. А она ни на чем не основана. Мнение человека обманчиво, легкое. И доверить ей надо Богу. А ты о том уверил? Да откуда вы верили? Нет, конечно. И особенно нельзя верить женщине. Особенно. Самое легкомысленное создание. На какую-то минутку, может быть, Адам отвернулся, уже она шашель с дземен завела. И уже все. Наговорилась, она сыта, и уже поверила. И Бога ни при чем здесь. И вот потянула за собой. А мужик-то, ну, совсем никудышный оказался. Мужики, они, говорит, все дураки. И его, говорит, на ниточки можно вести. Лишь бы только улестить его, пообещать ему, ну, и через желудок. Она через желудок, Ева, и пошла к нему. Аминь. Вот и все. Глупые мужики. Я читал по одной в Англии. Выходит замуж, кажется, седьмой раз. Шесть мужиков похоронила. И, главное, выходит за богатых. И как? Она начинает кормить, отменно кормит. И мужики лежат. Да ладно, ты полежи, я сама сделаю. А он лежит, дальше ожирение сердца, помер. Она быстренько, неделю полторы похоронила, вышла опять замуж. Ну, следующий-то знает. Он, говорит, я шел даже на кладбище, а мужик на коленях стоит и убивается. Прямо, да нет, да ты еще молодой был, тебе дожить, дожить. Он, говорит, брат родной, или кто подошел. Да нет, говорит, первый муж моей жены. Он, говорит, тебе жить, дожить. А раз ты помер, она мне досталась, и теперь я горе несу. Зачем же помер-то? Вот, уверенность в невидиму. Уверенность должна быть в невидиму, что будет царствие Божие. Аминь. И мы туда идем. Все, отошел. Ты давай. Тоже хочется сказать, вот Игнать Тихоцкий говорит, что политики ни одного пророчества не сказали. Так, ничего не сбылось. Ну, недавно я видел, показывают молодого Жириновского. Сегодня о нем упоминали, где-то 86-й год. И он, так вот, как Игорь Дебунов, так прям ревностно, громко, вот в Госдуме говорит, что на Украине будет война. И показывает, камера, все зевают, там вот эти депутаты Никто. А он, прям видно, у него аж как вот, ну, не безразличен, как вот сегодня вспоминали, беда вот. Только это не 86-й год. Да, я 96-й год. В 86-м его там не было. Вот, безразличие. Сережа, уже все кипело. И когда началось с Ливией, выступает Жириновский, когда-то начало Третьей мировой войны, ничего нет, прошло, он тут же забыл. Он говорит и тут же забывает, как будто не говорил. А его надо было раз за крючок, ну-ка, лже-пророк, давай-ка сюда, отвечай-ка. А этого нет нигде. Да, он говорит иногда, идеи такие, но не думает их выполнять совершенно. Сказал и, ну, как, краснобайство. Ну, как про крещение в купеле. Вышел, сказал, да, о людях-то вы, говорит, не думаете. Вода прохладная. И пошел. Я сам-то туда не полезу. И пошел. Второе послание к Коринфянам, пятая глава, первый стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Толкование. Поскольку выше сказал, что по той мере, как внешний человек тлеет, обновляется внутренний. И таким образом сказал, казалось бы, нечто новое, то говорит, что когда это смертное земное тело совершенно истлеет, тогда произрастут для нас бесчисленные блага. При этом снова рассуждает с ними о воскресении. Хотя не так ясно, как прежде, чтобы не показалось, что почитает их неисправными. Земной хижиной назвал тело. А тем, что назвал его хижиной, указал на кратковременность его. Ибо такова хижина. Если же хижинами, храминами по-славянски, часто называют и места упокоения праведных, то с прибавлением именно вечные храмины. Лука 16, 9. Смотри же, как земному противопоставил небесный, а хижине дом вечный, увеличивая восхваление будущей славы нашего тела присовокупил. Не рукотворенный. Не для противопоставления этому телу, ибо и оно не рукотворенно. Некоторые же под рукотворенным домом разумеют жизнь, проводимую нами на земле, а под хижиной само тело. Так что это место получает такой смысл. Если разрушится земная жизнь нашего тела, которую можно назвать и рукотворенной, как бы составленной руками, ибо хлеб, вино и тому подобное, из чего слагается наша жизнь, делаются руками, мы будем иметь на небесах другую жизнь, не разрушимую и не рукотворенную, то есть не нуждающуюся в содействии наших рук. Пожалуйста. Я хотел сказать вот к этому, что особенно сектанты, ну православные вообще не понимают, а сектанты особенно, и неверующие люди относятся к Ветхому Завету вообще кошмарно. Но это, казалось бы, верующие люди, они его до такой степени бывают, что даже отвергают. То есть не нужен он этот Ветхий Завет. А неверующие люди относятся так. О, да мы начинали Библию читать, там что-то все убивают, убивают, какой-то бог там злой, жестокий такой, как-то можно об этом читать. Все, вообще убрали Ветхий Завет. А я смотрю по-другому. Вот у меня уверование произошло именно по Ветхому Завету. Ветхий Завет рассказывает нам как раз вот о теле, о нашей земной храмине. О душе рассказывает уже Новый Завет, как душа начинает питаться Словом Божьим. И вот как раз Ветхий Завет был, для меня вот это было, видать, легче принять, нежели Новый Завет. Потому что для Нового Завета мне понадобился проповедник. Я об этом не понимал, хотя все читал в Библию на несколько раз. Пока мне не показали место Писания, Римлянам, 10 глава. И как будет проповедовать, если не будет послан? Как написано? Блаженны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Благое это слова Иисуса Христа о вечной жизни, о Царстве Небесном. Ветхий Завет подготавливал тело наше. Ну вот как вот здесь об этом он и говорит. И то же самое, кстати, евангелисты делят даже сами Евангелие на земные, как бы приземленные для человека, это первые три евангелиста, и на небесное, духовное звучание, как об этом пишут евангелисты. Еще у кого? Вопрос, раз молчать, я скажу. Допустим, трудно было иметь Библию. Это понятно. Подсчитали, что настоящую Библию, чтобы иметь, 20-летний труд рабочего надо было. То есть откладывать, откладывать, и тогда только Библию. Но одну главу можно было переписать. Римлянам 10 глава. Ну даже не всю главу, полглавы. И уже обстановка все бы изменилась. Ну это и считали, но священники не знали Писание. Это Дмитрий Ростовский говорит. Вообще не знали. Некоторые ставили диакона, не умевших считать даже. Вообще считать не умели, грамоты не было. Это вещь неслыханная, невиданная там у евреев, у кого-то. И к чему мы пришли? Вера от слышания. Значит, нужны уши, не глаза. А именно в вере, в первую очередь, уши. А глаза можно рисовать тогда, даже если он не слышит, на картинках показать. Вот как у нас в Диставадаре. А слышание от чего? Что скажет? Придумает? Нет. Ну, то есть видел собачье сердце, когда пришло, а где тут говорящая собака? И вот она ходит везде. Вспомните, грозу Островского, не этого Островского, писал, там кабаниха. И она принимала всех этих страниц, страниц, они все рассказывали там, заморские чудеса, врали на пропалую. Ой, я видела, я там прикоснулась, баба, матушка, а там есть перо, перо от Архангела Михаила, когда он прилетал к Деве Марии-то. Такая святость, я как прикоснулась, жарко было, меня холод обдал, так прохладно весь год ходило. Все. И все это рассказывает, и он все это записал. Вера от слышания, нормально, а слышание-то от Слова Божия, его вообще нету. В 989 году крещение было, в 88-м там, а только в 1876 году перевели Библию, народу дали. Столетия за столетием шли, но я живой здесь, я говорю, вот все абсолютно связано было с сельским хозяйством. О чем бы ни заговорили, все только на этом было. А сути никто не... А уж о Христе... Я из армии вернулся, и меня в серковь-то тянуло, и я твердо был уверен, что Богородица больше Христа. Почему? Ну, мать-то она старше, и женское сердце как-то расположено, и я свечку куплю Богородице и Божьей Матери. И постепенно я узнал, что евреи распяли. Ну, тут уж я в своей тарелке. Я умру, но евреям отомщу. Вот Салли Дески, когда он узнал, и решил пойти отомстить-то. Ну, еще из этого полущества, этот нерукотворенный образ, он присловили, ему дали, ему Христос еще дал. О нем речь идет. Это вера. Вера, притом, я был очень ревностный. Мне страшно подумать, что если бы Библия в мои руки не попала. Ревность оставалась в любом варианте у меня. Я вот в армии был, везде у меня все было не так. Ну, просто, ну, не так. Воинская часть. Занимался только я один. Как свободное время, чем попало заниматься? Я занимаюсь изучением языков, политические системы мира, достаю литературу. Там курсы какие-то открылись для поступления в институт. То есть для меня вот так вот жизнь бурлила. Бог куда направил-то все. Узнал в Валжире воюете, я пошел к начальству записываться в Валжир. Вообще. И жиру-то на мне не было. Все, от дури. Пошел. А если бы Евангелие-то не встретилось, да не было 27-го, да это 50-летие-то. Что бы случилось? Вот так бы нам уже не сидеть, не вечерять. И запел я тогда Господу, мой Господи, покрытие весь коростами. Вот теперь и лечи меня. Вот теперь поставил все на ноги. Вера и отслышание. И как проповедовать, если не будет постно? Дальше-то уже понятно. Монахи-то пошли абсолютно противоположные. Мусульманства не было бы. Два миллиарда православных упустили. Да если бы все до одного тошли и проповедовали, ну что там говорить? Тогда еще не было закона, что если из мусульман период христиан голову резать. Нет, вообще этого не было. Никто не знал. Это антихристианское уже у них пошло, когда они приняли. Где он там все там мароковал, сколько жен, сколько... Интересно, вот когда православное проповедовали, там, кто там, марийцы, там, взяти, болотные, это где живут-то. И мусульмане приходили, они сразу знали. Они не говорили, что Магомед лучше Христа. Не так они говорили. Они говорили, а вот к вам-то русские-то приходят здесь, а вы знаете, как плохо вам будет? А что плохо? Одна жена только. А у вас-то жен сколько? Одна жена. Не приму. Так не только это. Они лошадей запрещают есть. А свинью можно есть. А у них свиней не было. И они понимали, вера православная это запрещает жениться. И ешь свинью, а лошадь нельзя есть. И они уже ни под каким видом не принимали. О Христе вообще проповеди не было. И о истинности Корана речи не было. Они нащупали главное звено. Все, людям это больше всего препятствиям будет. А у христиан наоборот, что бы ни было, они сразу говорили, одна жена нравится, не нравится. Христиан собила в самую середину заблуждения. Оно разрубало и по частям развеивало. Вы были тьма, а теперь свет. Будьте чадами света. И поэтому проповедь христианская, она никому никогда не прилаживалась. Она обрекала себя на мучения. Но это понятно. Мусульман много принимают, они обрезали. А почему? Потому что они сулят ему рай за то, что ты будешь кричать Аллах Акбар. Можешь там лошадину а то жрать до утра, пока звезда последней не погаснет. Они другого-то не знают ничего. Я встречался с мусульманами, проехали мы не в одном месте были. Шесть мусульманских республик, отдельно Азербайджан, отдельно Турция. Там встречались во Франции, ничего они не знают. Они налетают сразу. А кто последний пророк, вы знаете? В потерявку мусульмане заехали. Я подошел, машину остановил, и они двое сидят. А вы знаете, кто последний пророк? Последний пророк это Мухаммад. Я говорю, конечно знаю. И кто? Я говорю, Илья и Инох. За ними никого уже не будет. Они будут уже говорить. Нет, это Мухаммад. Я говорю, я вам сказал, что я с вами буду спорить. Вы что приехали? Да картошку покупать. Вот, какой-то другой. Что на размен-то? Христа на кого я буду везет? Вот главное это в чем. А мы им говорим, Христос умер за грехи людей. Вот главное. Ты грешник, а то признать нетрудно. Но что умер он за тебя, вот это главный вопрос. Это главный. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страдание на Христе, меня он искупил. Вот это усваивать, усваивать, присваивать. Не за весь только мир, но и за меня. И в первую очередь за меня. Уверенность в ожидаемом я верю, он придет. Придет и будет царство любви. Христианство обреченное на полное уничтожение. Вообще не обороняться никак. Ну а были, что христиане где-то убивали? Были, были такие случаи, там один или два. Ну, в одном месте был такой Лий, богатырь, как Голиаф. И он на сцене ходил и кричал, кто выйдет, так поддумный? Ну кто-то выходит. Ну он его там, богатырь, он сжимал его, особенно, и которые христиане осуждены, ему давали. А посередке была прорезана там отверстие, а внизу там пики стояли, все такое. Он брал тогда и туда там бросал, и человек на это надевался, но все протыкало его. Императору сильно нравилось это. И вот один молодой юноша почувствовал себе силу, и я его поборю. А у него, Дмитрий, кажется, Солунский, он сидел в тюрьме, духовное отец-то. И он к нему пошел. Пришел. Ур, по-моему, ты знаешь, как его звали? Ур, ур. Нет. Нет, Нестор. А, Нестор. Нестор. Он пришел к нему и говорит, я хочу побороться. Он говорит, ну не христианское, ну разреши, ну иди. Ну вот император как сел, и в это время выходит тот Голиаф, и вот они с ним схватились. И он меньше его ростом был-то. Одному святому было, когда руками ты его обхватишь, руки крест-накрест делаешь, что там крест получился-то. И, видимо, он так сделал, и он как язык-то и высунул. И он его поднял, говорит, как бревно и туда-вниз бросил, и он душу дьяволу отдал сразу на пике-то. Это так быстро произошло, борьбы-то и не было никакой, что император так и охнул. Главного любимца погубили. Ну его сразу к смерти приговорили. Ну, он его не убивал, он просто боролся и бросил. Он голову ему не резал. У христиан смерть. Всюду везде смерть. Не обороняйся. А убивают. Ну считай житья святых. Андрей Статилатов. Да, все там. Две с половиной тысячи человек. Воинов отличных. Сложили оружие, пошли, их догоняют, они прячутся, ничего. Их воины догнали, они голову наклонили, они стали посекать как траву. Воины. Отличные воины. А возьми Георгий Победоносец. Он бы мог обороняться, полковник, царская гвардия, еще подобного. Голову склонил и все. Христианство никак не может выжить, только сам Бог. Глядя на их смерть, сотни, тысячи обращались новых людей. Аминь. А не так, как у мусульман. Принимаешь или не принимаешь мусульманство? Принимаю. Ну, тогда все, давай, подставляю, резать будем, обрезали внизу. А я не принимаю, тогда режут голову. Давай, давай, считай. Второй стих. Оттого мы его вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Толкование. В какое жилище? В нетленное тело. Небесным же называет его не потому, будто оно сойдет свыше, но потому, что оттуда будет неспослана благодать нетления. Посему не должно скорбить, когда постигают нас некоторые искушения телесные. Напротив, мы должны еще воздыхать о том, что не совлеклись всего тленного тела, чтобы облечься в нетленное. Это тело апостол не назвал хижиной, но жилищем, потому, что оно пребывает вечно. сегодня как раз проповедь была Ян Крансадский говорит о теле. То есть вчера Ян Златоуз говорит о теле, какое оно должно быть крепкое, чтобы не присыщаться, чтобы оно всегда было бодрым, трезвенным, для того, чтобы можно было трудиться в молитве и наипаче в добрых делах милостыни. Но у нас все пошло другим путем, как читает братья Карамазовы, когда этот отец-то кричит, вы что тут пискариками решили спастись? Но в этом есть некоторая правда. Если не хватает пискариков тебе, значит надо, чтобы тело было крепче, не падало в этот момент на полке везде, оттрудилось, шло дальше в этот мир. Тем более, что Господь сказал, идите и всей твари благовествуйте, научите причем, не просто благовествовать и научить дальше, в дальнейшем. Ну вот что и пытаемся, и мы тоже делать. Но могу так сказать, что вот у Игнатия Тихоновича это получилось, потому что все мы здесь именно такие, пришли через благовестие, а в дальнейшем услышали проповедь и стали сами христианами. Ну какими христианами, это конечно Господь уже дальше покажет, но надо трудиться дальше, то есть чтобы точно так же было и нам было кому проповедовать. Ну а люди подходят, вот и сегодня вот пожалуйста брат подошел, дай Бог, чтобы это было брат до конца. Ну так людей подходят и на занятия к нам приходят, но в основном все отходят потом. Вон у сестры брат приходил Максим, тоже где-то ушел, ну и так далее. Было очень много, десятки людей были здесь у нас, я уж не говорю сколько по интернету подходят там, это уж Игнатих значит скажет, я думаю, когда надо будет. Но однако труд он продолжается и идет, и как он выльется в дальнейшем, должно все быть так же братья, вот как вот у нас продолжалось до этого. Если этого не будет, если вот наши чада, которые здесь сидят, они не возрастут в вере, придется трудиться так, чтобы молодое поколение входило в общину, то есть в наш с вами круг общения. Иначе кто будет нести сеять? У нас сейчас только смерть пока косит, сеет. Пока молимся, может быть конечно какое-то число мертвых душ, живых душ православных должно войти ко Христу от нашей общины. Я не знаю, потому что страданиями многое Господь открывает. И это страдание конечно, смерть однозначно. Ну и для нас тоже конечно печально сердце, потому что уходят, уходят, уходят люди, а как бы никто не приходит. Хотя трудишься вроде, там даже нарекания получаешь от братьев там и в интернете, что это вы такие, так вас мало, или вот как тут даже, ну не знаю, наши братья, как могли такое сказать, театр одного актера, да это почтение, чего непонятного-то, что Игнат Игнатьевич говорит. Во-первых, это премудрость, перед премудростью нужно чтение и выпить море духовного источника, нежели из себя капля вытечет. Но тут явно человек испил, и дано было много испить талантом. Пускай человек сейчас напаяет других. Во-первых, это идет уже на весь мир, и не только сюда. Как надо было так это сказать-то, глупо совершенно. Театр одного актера. А вы помните, как упал вихтик с окна? Помним. А из-за чего он упал? Затянулось, потому что время проповеди апостол Павел затянул и замочил. Завтра ему надлежало уезжать, и он продолжил слово. Да, продолжил. Один продолжил слово за полночь. У него было что рассказать. А что другие там молчали? А что он расскажет? Ну, конкретно? Вот вопрос-то о чем стоит-то? Это слова, актеры, это все от зависти. Конечно. Потому что у него нечто сказать. Замолчал Павел бы, ничего не было. А тут даже уснул и упал. И Павел еще успел на него выйти, упасть на него еще сверху. И говорит, он живой, душа в нем, не беспокойтесь. Вот это-то надо. Я хотел сказать относительно, относительно, да, с сестром хотел сказать. Со стола убираете очень медленно. Вот вы, кто убирает, Нина, подумайте, как сделать, чтобы быстрее убирать. Поели, и чтобы у вас быстро убрали. Вот сидят, ждут. Понимаете, в любом вопросе, что производится, везде скорость. Скорости нету, этот человек уже все, в трубу вылетел. Что там говорить-то? Ну, человек писал от руки, и вдруг Иван Педоров сделал, а потом раз, только печатает страница, вторая уже печатное дело, там, Гутенберг, а у русских-то Иван Педоров. Ну, ясно, дело, все переписчики в трубу, а им никто платить не будет, теперь столько-то. А у него книги сразу раз в 20 дешевле были. Вот и все. Вот сколько, я сейчас спрошу, вот вы двое, в течение 10 минут сколько чашек можете перемыть? Даже не скажешь. Никогда. Я такой статистики не имею. Ну, всю жизнь ты моешь чашки, ты могла однажды хотя бы записать, сколько требуется на одну чашку. У нас не в этом вопрос. У нас кое-кто задерживается есть, и вот поэтому долго здесь задерживается. Кто задерживается? Надо одновременно кончать есть быстро. Так и делается, как в лагере. Стал чашку, я стукнул, все сразу встали. Да, да, да. Три человека, мы ждем, два человека уже не ждем. Это не ждут ни в армии, ни в тюрьме, ни в лагере, ни в монастыре, нигде. Я видел везде. И он не успел монах выпить там, здоровые мужики, а соскочил, а стоят у него компот не допить, а другой вот так вот, Никифор, уже больше не надо. И все, они стоят молятся. В армии. Я вот чему хотел сказать. Вот у нас в лагере было, в заключении, 700 человек. 700, это не 70. 700 много. Там стоят уже шапки, сняли другие, за ними смотрят. Еще 700. Эти только встали, одновременно 700 человек. Все вышли. Вчера он не мог, не доедал. Тут одновременно сразу все вышли. А не доел? Не доел, это твой вопрос. Лишь бы хлеб успел схватить. Дают все как надо тебе. Эти 700 поели, там третью очередь поели. 7,3, 21, 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 один моет фактически, а другой только ополаскивает их. Конечно, жир здесь они не отмоют. Ну, какой жир? Там бывает масло, там тоже добывают, и на косточку попадают. Вот так. Я могу показать, как они моют. Но вы даже не спрашивайте, еще вас драконий зря. Не надо. Показать? Нет, 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 не надо. Только остановись рядом, сюда. Нет, нет, не надо. Я тебе передавать чашки буду. Не надо, перебьем все. Потом завалите чашками. Две вот таких чана, два чана. У одного вот такой вот и другой. Туда она пускает горчису. С горчицей. И он вот так вот склоненный, ну, у него рубашка там, ну, какая, халат-то как бы белый-то. Еще моет, и еще успевает говорить, и смеется. Это никому не в тягость. Это чтобы выкупить эту должность, родители там заплатили где-то кому-то, чтобы ему здесь работать. Он, во-первых, досыто наестся всегда. Его нужно на вахте не стоять нигде. Это считается доходная должность. На кухне будет. В армии тоже. Вот так он там моет. Вот я просто... Что ты боишься-то, я не поймаю. Показать тебе хотел. Не надо. Смотри. Вот чашка у него в руках. Он вот так вот склоненный, вот так вот. Дерет ее, вот так чашку как проворачивает ее, другая рука у него как-то между этими краями. То она-то повернула-то ли вперед? Больше нету. Посередке у нее тряпка в руках. По чашкам. Правда. Она чашка туда перелетает. Тот уже в воде, в другой только вот так вот. Вот такой вот скорость. Это чашка. Это профессионализм. Это жанглер. Можно вопрос. Они металлические, не стеклянные. Чашки же металлические, не стеклянные. Мы же так все чашки-то побьем. Но все заменить можно. Второе. Вы шьете кто-то? Сьют, сьют. Фуфайку шить. Сколько время надо? Солидно. Там норма. Если ты ее не выполнил, тебе есть дадут половину меньше. И они даже не встают, которые работают. И рассказывают, когда-то они освободились, мужики-то, они умеют шить. Пришли один, говорит, ну я, говорит, второй раз попался-то. И вот, говорит, устроился, когда там сказали, как шить, норма. Ну все, я знаю. Говорит, а что? Пупайки, те же самые пупайки. А они двое там устроились, два друга-то. Ну все работают уже, сейчас они щепилить, начали пахать. Все, говорит, вот это приняли работников. Они когда-то все загрузили себе, глаза на разбежку пошли, на 13 сантиметров. И в это время начали шить. Там, говорит, вся фабрика, сходилась посмотреть, как они шьют. Я работал в этом цехе. С какой скоростью? Каждый шов вымерен. С какой скоростью он ее отдавит дальше, как перекидывает, как она дальше идет. все вымерено. А если меньше будет? Короче говоря, машина сборочная, автозавод. Один японец выполняет работу шести русских рабочих. Шести! И когда спросили, там, как дверку прикручивают, а можно быстрее? Ответили, нельзя. А почему? Дальше сердце останавливается. И они, которые даже могут, как Ольга Кормут сделала упражнение, получила медаль, но чтобы больше никто этого не делал. Это опасно. Вот то есть все нации работают. У русских этого нет. Они этого не понимают. Какая скорость? Что делать? Сколько в печи надо было? То сожгли хлеб, то не дают. Сколько чего положить? Ингредиенты. Все вымерено до процента. Почему те нации так развиваются? И русский народ, когда ты это понимал, так и развивались. А сейчас ничего нет. Не умеют. Единственное еще только. Да пить-то не умеют. Нахлебается и мощница лежит на остановке. Помните это? Лесков важный вопрос называется у него. Рассказ там, где он описывает английского этого Скотт, английский управляющий был у князя там Голицына что ли. И он это сыну самому все передает и говорит и не забудь, сынок, что к русским надо особо относиться. Этот народ дик и зол. Отец, ну как же ты так можешь? Ты же здесь прожил уже 38 лет и ты такое говоришь о них. Он говорит, сынок, поэтому я тебе и говорю, что я наблюдаю. Я жил у себя в Англии, жил там еще где-то в стране и прожил здесь столько лет. И тебе хочу еще раз сказать, этот народ дик и зол. И рассказывает, как он решил плуг ввести за место сахи. Все, водил, водил его туда идти. Напокупали плугов каждому крестьянину делали различные эксперименты тяжелым плугом воловьем украинским. Потом этой сахой ковырялкой это не черноземье черноземья России. И плугом, простым плугом английским. Все сделали и плуг победил. Победил все плуг, приезжает там управляющий, все, ну что у вас здесь? А все хорошо, все, а плуги как? Плуги целые, все, все хорошо. А что они целые? Аккуратно на складе стоят, все. А чем, ну, землю-то распахивали, как чем? Сахой? Ну а плуги-то они же лучше пошли. А русский народ? Он собрал их и говорит, ну как же так? Вы же все, вы же сами видели плуг, все. А один дед такой стоит, что он там говорит? Он подошел, дедушка, ну как же ты, что такое это? Вот, там же вся Европа, давно на плуге, а он поворачивается и говорит, это та Европа, куда мы сейчас пшеницу продаем. И управляющий, говорит, заскрипел зубами, сверкнул глазами, повернулся и пошел. Русский народ, непобедим, об этом как раз пишет Некрасов. Мужик, чтобы их втемяшиться, в башку какая власть. Это про русского мужика, это не про англичанина. Колом, ее откуда не выбьешь. Революция не выбила, колом. На гордости одной потеряли веру в Бога. Русской. И так и на рогу не сдается наш гордый варяг. Чего он не сдается? Не сдается, а войну все равно проиграли. Третий стих. Только бы нам и одетым не оказаться ногими. Толкование. Дабы не все полагались на одно нетление тела, говорит, только бы нам и одетым в нетление и получив тело нетленное не оказаться ногими. То есть славы и безопасности, как имеющим скверну греха. Ибо всеобщее воскресение, а не честь. Можно? Тут вопрос я хотел задать. Здесь апостол Павел говорит о том, что человек верующий здесь на земле, он уже все понимал, принимал, видишь, учения Христа. Все. Но, когда попал перед престол Божиим на суде попадет, он окажется как ногой. Но об этом пишет книга Откровений. Когда говорят, купи мазь, помажь глаза твои, чтоб прозрел ты. И мазь это, ну, которой ты прозреешь и оденешься в одежду, а не будешь ногим. Это Слово Божье дается нам толкование. То есть, по Слову Божьему человек не поступал, оказалось. А был в церкви, все. Православным себя считал в 72 процентов, которые сейчас патриарх нам все рассказывает. Все там были, и ходили долго, там и свечки ставили правильно, через левое плечо. И даже слушал батюшку, он там говорил, выносил книгу большую, красивая. Целовал все, что надо. А потом, когда думал, что верующий, оказалось, что совсем не верующий. И причем он не просто думал, он других за это гнал, осуждал. Как вот, когда мы распространяем Евангелие, проходим, а там это реденша, высокая такая женщина в Покровском соборе. Я потом спросил сестру, она говорит, да, она там преподает, только не у них. И прохожу, говорю, Евангелие, крупный шрифт, говорю, поглядите какой. Все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Мы из рук сектантов ничего брать не будем, из рук еретиков ничего брать не будем. Я говорю, а как вы на суде Божьем будете эти слова произносить? Где вот то, о чем говорил Христос? Где это не злобие? Где это учительство? Кстати, часто говорят о нашей злобе какой-то, о нашей непримаривости и кротости. Не забывайте, мы идем и несем Слово Божие. Мы несем Слово Божие людям, причем здесь это теперь. Остальное все, что о нас, это надо подтверждать Словом Божием. И мы не просто людям вот так вот суем эти Евангелия, мы стараемся даже беседовать с ними. Хотя очень сложно это сделать для людей, которые ходят в церковь и священники убедили их, что не надо знать Слово Божие. Им не надо ничего. Они как чаще всего так говорят, а нам зачем? Батюшка-то нам читает, выточат, зачем тут еще? А люди очень хотят Слово Божие знать. Когда я в Тогуле был, я небольшое собрание собирал, после того, как выходили, батюшка занимался требами, крещением, отпеванием, а сестры старые, они возраста были уже за 60, они выходили и просто разбредались. А поначалу тут стояли немножко, там такой куст боярышника раскидистый, там тенек. Зайдем туда, там даже дождик крапает не сразу. Туда они заходили, я к ним подходил и говорю, знаете, что батюшка сегодня читал? Никогда никто не знал. Потом одна начала читать перед тем, как я задал вопрос, да, я читала. Ну, то есть, это потому, что я задал вопрос, и они, нет, не знаем. Я говорю, давайте прочтем на русском языке и посмотрим, что нам Господь сегодня сказал. И это до такой степени к ним в привычку вошло, что когда батюшка в очередной раз, там это было через несколько лет даже уже, он не знал, что мы беседуем. Он увидал, что ему кто-то сказал уже. то есть, какая-то душа очень-очень православная увидала, что это происходит, пошла и сказала, ну, не эти бабушки, они так и были до конца, умирали, хоть, но они не говорили. И он выскочил, когда я увидал это все, у него, это, паморок случился, он на забор облокотился на эту дверку и, разойдитесь все сейчас же, это же раскольник. А я стою годами молюсь рядом в облачении и все, рядом с ним, прям с алтарем. И он ни разу мне ни вопроса, ничего не задал. Потом батюшке только вот уже несколько лет назад, два года назад что ли был, из Тогла приехал и говорит, а вот Игорь, это говорит он, кто у вас? Батюшка говорит, да это чтец, Евтихий говорит, его там это, учинял в чтеца. Он, да? Ну вот сразу было видно, что такое он какой-то, не такой, как вот все там эти раскольники-то. Другой, немножко. То есть, только здесь у батюшки спросил, со мной прямую не подошел. А почему? А Татьяна Павловна его спрашивала, он говорил, а кто он такой-то, что я с ним буду говорить? Я священник-то. А я спросился с ним поговорить, а я с раскольниками, еретиками, с сектантами не разговариваю. Игорь рассказывает про батюшку, его звать Вячеслав? Да. И он приехал в Потеряевку по благословению Максима. Представь, сколько говорил, гонял Павла, этого священника Каменского. И вдруг он оказался у нас в Потеряевке. Ну, конечно, для него это было что-то невероятное переживание, и Татьяна тогда говорила. Позвонили, и она говорит, он приехал, говорит, его узнать нельзя. У него лицо до того просветленное какое-то было. И он приехал, как будто бы забыл, куда приехал, что там. Где я был? А у них все, один к одному. Но у них там проповедь идет, у нас этого нет. То есть, такие он слова говорил. А сейчас я говорю, Игорь, он говорит, прошло время, он опять стал прежним. Один раз приехал, и он буквально совершенно другой, встал. Только то, что побыл и посмотрел. Потому что в человеке все время есть какая-то точка, которую Господь знает, как осветить и оттолкнуть туда. И то, что он, раскольник, проще, он боится, что люди отойдут, его питаться не на что будет. Вот какой. А что раскольник? Нет, как не разговаривал, говорит раскольник. А ты подошел бы, поговорил. В одном месте, мы же прошли не одно место, два, а 450 городов и сел. Наше путешествие длинное было. И вот в одном, были районном центре, и бабушки говорят, а до вас тут уже были. Были. Ой, нас батюшка так за это отругал, что мы у них книжки брали, а там брошюрки. И они с председателем сельсовета, они уже договорились и сказали, причащать батюшка не будет, пока не отдадите. Мы, говорит, отдали, и что? И они сожгли все. А одна бабка говорит, а я не отдала. Я говорю, а ты принеси, покажи. Она принесла там брошюрки. Баптисты, совет церквей. Хорошие, хорошие. О Христе, как обратиться, о Голговской жертвы. Там ни одного слова против икон, ничего нету, только хорошее. Я стал считать, баба, а что тут плохое все? Так это тут написано, да, тут так и написано. А мы отдали, а теперь как? Что теперь кается? А перед кем кается, когда священник такое покаяние не примет? Они, наоборот, получили похвалу, что отдали-то. Вот такая, брат, ситуация. Это то, что мы видели. А этого священника, если отдельно сейчас где-то встретить, ну, самая удобная была бы температура, если бы нас посадили в тюрьму вместе с ним, быть в одной камере. И чтобы ему сказали, сам с него снимается, и он никогда не будет, так мы на севере с ним с грием, на Соловках где-то. Вот тогда бы он говорил нормально. А он думает, как? А как вышестоящий епископ подумает, а что там дальше и прочее. Я их очень хорошо понимаю. И ради чего он будет этим рисковать? А вот приехал сейчас новый епископ Сергий, Барнольский, Алтайский-то. Он по-хорошему, и все по-хорошему. Все до одного. И архимандриты, и секретарь, вообще по-хорошему. И видно, это на видео заснято, как мы гуляем, ходим, беседуем. Семинарии учатся, братья наши. Да, это тоже неплохо. Семинаристы наши у них учатся. Вон, Игорь. Ты слышал про это? А что? Из нашей общины семинаристы у них учатся. Слышал. В московской патриархии. Да, слышал, конечно. Поверил в это? И исполни. И сам учится. Это один из семинаристов. Брат решил. Вот братья распространяют такие издания, да? Да. Ну, брат сказал, вот батюшка там такой гонит, такой. Но у меня такой вопрос. Это издание по благословению Святейшего Патриарха Московской Северуси, Кирилла, конкретно, это издание. Так как оно распространяется только среди православных. То есть, если ты не православный, ты его нельзя возьмешь в руки. И распространяется бесплатно. То есть, это люди, которые, те, кто издают, они распространяют бесплатно и огромным тиражом. Но я не могу понять. Вот ты говоришь, что батюшки гонят там за это Евангелие. Такого нету. Может быть, тебя гонят или кого-то. Но я знаю точно, что есть специальный сайт, где выставляют множество фотографий с этим Евангелием. Кто распространяет, и потом, если ты хорошо работаешь, распространяешь, то тебе еще дадут их больше. То есть, и везде-везде фотографии, прям усыпано фотографиями, и везде-везде распространяете эти святые Евангелия. Игорь, потому что Игорь Добунов все рассказывал, он говорит, у нас кроме этого, другого-то нет Евангелия. И они на это нападают. На это нападают? Ну да, на это. Вот он рассказывает-то про это. Да. А другого-то у нас вообще в руках ничего нету. Именно на это. Только не батюшка, А, не батюшка, а регенца. Регенца, да. Ну а скажи, а там, когда распространяли на обе, поп налетел на вас? Ну какая разница? Разница никакой. А мы даже, говорят так, вы берете, кому даете и говорите. Тогда этот патриарх, но мы относимся к зарубежной церкви. И следующему, ты бери, а мы к зарубежной церкви. То есть, ошалели совершенно. Человеку-то зачем меня знать? Я ему в руки подал, мы расстались. Он считает, что если мы не сказали, что это за рубежной церкви, вроде я что-то потерял. Да мне стыдно говорить, что я из патриархии. Мне стыдно это говорить, как назваться баптистом, например. Все говорят, так вы патриархийная. И дальше начинает. Ты зайди в интернет, посмотри, какие ролики стоят и все это показано. Православная церковь, тире, секта сатаны. Патриарх Кирилл, служитель дьявола. Это ролики, которые поставлены и там все документально показано, с кем чего есть. На нас-то ничего нигде нет. Они считают, что если я не назвался, а за рубежной церкви, вроде какая-то слава от людей. Они подумали, что я от московской патриархии. Да наоборот, везде даже слушать не хотят, когда вы из патриархии, а там деньги такие гребут, да гребаные всякие, обзовут тебя и все. Мы когда благовествуем, то конкретно наша группа, я думаю, что никто не называет, что мы из зарубежной церкви. Это если уж человек там знакомится с нами и так далее, там еще мы можем что-то. И то это. Самый сложный вопрос, это когда люди увидали нас и что-то сразу полюбили. И до такой степени один встал такой, слушал, слушал, там я кому-то говорил, он подошел, и мне тоже. Ну а видно, такой пошарпанный как бы молодой человек, невысокого роста такой, как вот Володя. И я говорю, ну вот Евангелие, да нет, нет, мне вот эту, карточку вашу, визитку, да, дал ему визитку. А где тут адрес? Я говорю, я не понял, ты к нам прям хочешь что-ли попасть? Да, прямо к вам хочу. Я говорю, давай через телефон сначала. Позвонишь, познакомишься, там все остальное. А уж совсем, когда какая-нибудь бабушка прям пристанет, у вашу церковь хочу, какой адрес-то дайте прийти. Я уж, ну когда, да там на Ползунова. Ой, ну Ползунова-то я знаю где. Уж точно туда приду. Это вот там-то, там-то, да? Ну бабушка, ну что ж ты? Да нет, это не там. А где? Я говорю, бабушка, позвоните по телефону, там вам объяснят все. Сережа, все-таки они не тратят. Ты Днина хотела что-то сказать. Ну вот поэтому вот Евангелию встречаются такие случаи, когда, если вот уж действительно прихожанка она, она никогда в жизни не возьмет это Евангелие и ее не убедишь, что это Евангелие. Я даже ей говорю, вот мы с Ваней ходили. Я говорю, посмотрите, вот патриарх Кирилла тут написано, вот сибирская благозванница. Ты мне что рассказываешь? Она сама пятница от меня, как вот от Игоря убегала и она у меня бежит на другую сторону остановки и кричит. Я всегда православная, я хожу всегда в храм, она действительно храмовая и говорит, у нас в православной никогда ничего не раздают. Ты мне что рассказываешь? Это главное, да, это так. В основном именно так говорят. То есть отшатываются и если православный, его сразу видно. Он никогда не возьмет, только руку, даже не руку не протянет. Сразу. Отойдите. Мы православные, без вас, мы знаем, куда их ходить. Скажи, что тайна это подпольная. А кто, Володь, говорил, что это, говорит, не патриарх, это вы, говорит, сами где-то подпольное издали, говорит, он не мог, это вы, говорит, без этого. Ну да. Люди разные, братья. Они не разные, всегда одно и тоже. Разные, я еще раз тебе говорю. Ко мне подходит человек и говорит, я говорю, стою так же. Ну один был и все. Подходит, говорит, а, так это сибирская благозводница, а мы, у нас молодежный клуб, там чуть ли не обнялись с ним. Молодежный, да, православный, вот стояли. Молодежный клуб у нас вот до потолка их, а, да, да, знаю, все, улыбнулся, пошел. То есть, ну все, один попался к тебе и все. А это клуб свет. А женщины, ну нашего возраста и которые всегда ходят в храм, они как вот этот, как Ладан, это боится тот, вот так они этого боятся. Аминь. А Игорь, а мы с тобой, когда я подошла к тебе, а подошла женщина и стояла. Я думаю, что она стоит? Я ей подхожу и говорю, вот смотри, Евангелие, вы ходите в церковь? Евангелие, она говорит, я вижу, что Евангелие, я говорю, мы бесплатно отдаем, бесплатно раздаем эти, если вы хотите. Бесплатно? Так вы откуда? Вы бесплатно? Ему говорю, да, а откуда? Я говорю, из церкви. Вот видите, храмы, вы видите, мы как раз напротив, Иоанна Богослова, она говорит, так они никогда ничего бесплатно не дают. Я говорю, а сейчас даем, сейчас миссионерское вот это пожертвование, мы сейчас раздаем. Единственное, одна сектантка, одна увидела, как от меня это, я говорю, а вы что? Она говорит, я же сатанистка, ты зачем мне так это? Я Евангелие подаю вот так вот, с крестом. Она как побежит, я говорю, а вы что? Она говорит, я сатанистка, отойди от меня, отойди. Вот так, вот это она говорит. Так, вот как раз об этом, дайте Евангелие, брат, вот это вот, вот перестать рукой вот так кого-то делать, вот Евангелие, видите, вот так кого-то, и это вам подарок через плечо, перестать это делать, всем говорю. Не надо этого делать, это мы знаем, кто так делает. Вот, прижмите к себе и держите крепко, чтобы никто вас не оторвал. И, вот, теперь начинайте говорить, чтобы человек заинтересовался, а то они бегут туда, ну и пускай они бегут, что вы за ними-то бежите? Ваше дело, твердым, уверенным шагом подойти, если надо, ну, видите, человек проходит мимо, подойдите к нему, твердо, уверенно, не вот так вот виляясь, там как-то, вихляясь. Да, один раз так было, и все, остальное время, я все время свидетельствую. я что-то говорю про нее. А потому что, потому что в роликах, в роликах это все, один раз так было, и все. Все больше, значит, никогда не делать. Один раз вас просто застяли, с благоговением относиться, с благоговением. Это дар Божий, и надо его. Я вот глядю, вот так вот, вот впереди у вас визитки, визитки впереди, вот Евангелие, чтобы было видно, вот православный крест, вот видите, Евангелие, вот, и там дальше говорите уже, о страдании Христа, или о чем. И я обычно, если пожилые, всегда говорю, поглядите еще как, заманчиво, глядите, можно читать крупные буквы, они срад, очень часто люди пожилые, реагируют на крупный шрифт. Я не поленюсь, я вот так раскрою, аккуратно, не рвать ничего, с достоинством все, не торопясь там, не суетясь там, все спокойно открыли, глядите, Христос говорит о вечности, или в ад попадете, а, бабушки сразу, интересно тогда уже, все слова, говорю, до одного, здесь Иисуса Христа, все сразу, понимают. Анна Кузьминишина, Ельникова, тогда мы с бабушками занимались, и они все нагружались, и ехали по электричкам, и она одной дает, а та берет, и сразу сумочки, она говорит, не надо ничего бесплатно, она уже взяла, она назад бесплатно, иди, сектантка, я чуть не взяла у тебя, православный никогда никому ничего бесплатно не дает, но ему продолжается, вернула назад им, это ни один человек, ни два, это церковь сумела так засвидетельствовать, а только сектантки бесплатно дают, еще выдумала, думать, я и не узнаю, сразу узнала, вот это еще, вот знаете, можно сказать, вот на этом Евангелии действительно написано, отдел оптовых продаж, то есть не написано, вот как братья Гедеоновы, там не для продажи, да, для подарка, ничего такого не написано, вот написано, отдел оптовых продаж, то есть кто-то, это чья-то добрая душа, все это выкупила, заплатили, миссионеры, да, верующие, а теперь, конечно, православные, всегда все продавали, а тут вдруг начали нам раздавать, такого быть не может, такого и не было. Дополним, это все в рамках московской патриархии, чтобы не было говорить, вот московская патриархия, московская патриархия, московская патриархия рознь, вот здесь конкретно, прежде чем, как оно заговорилось-то у нас, прежде чем, не надо просто переигрывать, прежде чем получить вот эти Евангелия, у меня их тысяча штук, просто, все, змея что ли оделась в корону, она другая стала, прежде чем, выяснили православные, неправославные, выяснили все, доказали, Что православные тогда выслали И бесплатно распространяются То есть в этом плане не надо просто не то говорить Вот это вот Что Московская патриархия одна потом другая Тоже не надо нам сказки рассказывать Тем более в стенах нашей общины Давай хоть на улицу выйдем Чтобы этот дух туда поднялся Что ты такое нам рассказываешь? Ложь! Но это нам Московская патриархия Всегдашая ложь Подожди, это Московская патриархия Ну скажи, это кто издатель? Я ее иду, распространяю людям А кто это доброе дело сделал? Московская патриархия? Ну а кто? Это миссионеры Московской патриархии Это миссионеры Московской патриархии Второй вопрос Исполняют они это или не исполняют? Это другой вопрос Но то, что это сделала Московская патриархия 100% Это их проект Их проект И у них строгие правила Ты сам-то понял, что ты защищаешь? Я тебе не про это говорю Что я защищаю? Зачем ты мне вот лишнее разговариваешь? Я тебе говорю Я тебе сказал Московская патриархия, она одна Есть, все Она одна Пока она не исполнит все, что должно Она останется Московской патриархией Это другое уже Тетя Нина, коротко Вот такие вот Вот этот вот Евангелие Вот именно вот это издание Когда мы были в Романово И в деревне там Сидоровка Нет, в самом Романово И у них вот так вот на полочке Когда мы занесли вот эти Сережа, вспомни Когда мы занесли вот эти Евангелия А они у них вот так вот стопочками Лежали на полочке Это же Евангелие То есть оно действительно В Московской патриархии Там бы оно в храме в ихном Не было этой Евангелия И когда мы стали раздавать Люди спрашивают А сколько стоит? А Игорь говорит Нисколько не стоит Да вот они у вас Вот у вас на полочке же Они там вот лежат вот так стопочками И они к нам сразу выстроились в ряд И стали брать Евангелие То есть там за деньги были? Я не знаю Ничего не могу сказать Я не знаю Ну знаете же ихние же люди Эти же из храма На полке лежали у них Стали брать И еще Вот когда мы были на Благовесе Прям коротко-коротко расскажу С вами И вот тот случай Который рассказал Села я в автобус ехала В автобусе мало было народу Я как-то с женщиной заговорила И я стала говорить проповедь И пока мы доехали до дома Вот я сколько ехала Я все время вслух Громко в автобусе говорила проповедь И все молчали Слушали И когда я выходила Сказал Мне вот на этой остановке высадите Он маленько проехал А потом там Где мне очень было удобно Остановился Высадил И меня поблагодарил Что мы так ехали хорошо Вы вот что делаете Приходите к магазину На улице встали А двери маленько И как уличные проповедники Возьми с собой стульчик какой-то Повыше маленько И начинай громко говорить Чтобы слушали Люди Святое благовестие Христос явил спасение миру И люди подходят И так вот смотрите Евангелие Все Ну говорить надо Вы действительно показали Авел Когда еще дает Так вот Сунуть и побежать дальше Так не годится Вот один из примеров Я не вижу Сегодня Николая Нет здесь Мы Нас на лукаторе Погрузили на пароме Паром это огромный корабль Плывем через Балтику Из Швеции В Литву Я в это время вышел Ну уже видно Уже Континент показался И стал Один подошел А вы откуда будете Я встал тогда Ну там Какое расстояние Ну побольше маленько Тут народу много И стал громко говорить Как меня облепили Со всех сторон Швеция Русских людей Оказалось так много Подходит А как это узнать Я им визитки даю Даю Они подходят Спрашивают новое И там отдельно Можно поговорить Ты только начни Я ни одного человека Не думал Что там что-то будет Все объявления Все там по-английски Или по-шведски И вдруг по-русски Все люди заговорили вокруг Ты только выйди А там ты увидишь Что будет Но надо говорить Свидетельствовать надо Никогда не кривить Вот мы сейчас были на елке Это я всем говорил Смотрите Патриаршие здания Помолитесь за патриарх И все Дальше идем Люди подходят Другие мимо идут Один баптист на нас напал Думал Что-то похолотит нас Пьяный Баптист Игорь Сергей Давайте читать Как раз Игорь взял Когда мы на проповедь В прошлом воскресенье ходили Игорь взял И одел обличение Я благодаря Игорю Они ко мне как-то Это ты с ним Матушка ты с ним Они сразу Прям вот так вот ко мне Вот единственное Я в подрясники вышел Раздавал Евангелие Надо громко говорить Не раздавать только Громко говорить Говорили все Давайте напомним еще Вот если кто-то хочет поучиться Зайдите на сайт Даниила Сысоева В Москве Они занимаются Уличным благовестием Московский патриархат Они занимаются И консультируют И школы благовестников И проповедников Все у них Вот это можно То есть Когда мы занимались На улице ходили Они тоже в полный рост Ходили и занимались То есть не надо говорить Что вот Вот они там Такие сякие Вот конкретно люди занимаются Вот конкретно люди Издают и распространяют То есть Отличать надо Если конкретно Есть претензии Все считай дальше А то не дойдем до конца Четвертый стих Ибо мы находясь В этой хижине Воздыхаем Под бременем Потому что Не хотим совлечься Но облечься Чтобы смертное Поглощено было жизнью Толкование Поскольку могло показаться Тягостным Сказанное Воздыхаем Желая освободиться От тела Ибо привязанность Души к телу Невыразима То говорит Не о том Воздыхаем Чтобы просто Освободиться От тела Но О том Что желаем Облечься В нетлении Желаем Не совлечься Тело Но освободиться От тления Чтобы истребилось И уничтожилось В жизни Тление А не тело Ибо тяготимся Не от того Что имеем тело Но от того Что оно Тленно Этим Совершенно Заграждаются Уста Юритиков Ибо здесь Речь не о том Или другом Теле Но о тлении И нетлении Середики Говорят Что будет Другое Тело Здесь Речь Либо У нас сейчас Тленное Будет Нетленное Но оно Другое Но оно И другое И в то же время И не другое Своё Своё Нонетленное Да Преображённое Ну а в чём опасность Ересть Того Что они утверждают Что будет Другое Тело Вопрос Сергей Вот блажен Афиопилакт Это его Толкование 11 век А до 11 века Что никто Это не говорил Почему сейчас Всё это Только блажен Афиопилакт А до него Где Архиеписка По другим Почему Нигде Ничего Нет Он Грех Направили в Болгарию Архиеписка Болгарский Грека Почему Мы его Только знаем Да по одному Если было бы С первого века Уже бы 11 Архиепископов Было 11 Толкований Было Почему Никто Не сделал Это Как ты думаешь Почему До вас Никто Ничто Не Вот вопрос Весь Абсолютно То Всему Своё Время Всему Своё Время И при том Не зафиксировали И он Поставил Задачу Каждый Стих Толкования Выбрать Из Златоуста Это Златоуст Здесь 90% Поезда Златоуста Дали Что Говорили Другие Маленько Брал Ну и Дальше Может быть Чуть-чуть Коснулся Своёго Всё И всё Это записывал И когда Получилось Целиком Отдал Напечатали Всё Сохранилось А другие Говорили Как Кирилл Туровский Намного Лучше Его Говорили Такой Красочный Язык У него Язык Не Такой Богатый Это Не Премудрость Соломона Но Оно Осталось Некленное Слово Рухописи Не горят Всё Были Обязательно Были Но Так Системно Всё Сохранить Записать Народу Сказать Отдать Отпечатать И Что Было Размножено Начал Кончить До конца Ты Понял Нет И 19 Глава 25 Стих А я Знаю Искупитель Мой Жив И он В последний День Восставит Из праха Распадающуюся Кожу Мою Сию Вот это Ещё Прочитай Дальше И я Во плоти Моей Узрю Бога Я Узрю Его Сам Мои Глаза Не Глаза Другого Увидят Его Вот Одно Предложение Это Догматика Откуда Он Знал Это Вопрос Да Ещё Спорят Тысячелетия Будут В этом Теле Или Это Сгниёт Бог Даст Новое Тело В него Душа Войдёт Он Говорит Я Мои Вот Эти Глаза Увидят Его Искупители Причём Искупители Определённая Ну дальше Мы видим Откуда Он знал 42 глава Сам Господь С ним Говорит И причём И причём Толкование Такое Что Это Прямо Иисус Христос Говорил Ему Ну это Как бы Благочестивое Может Толкование Или что Так Всё Всё Время 15 минут Ещё Ещё 15 минут Ну и всё Может быть Кто-то Ответит На мой Вопрос На какой В чём Опасность Ереси Которая Утверждает Что будет Другое Тело Понятно Что это С Словом Божем Не сходится И нужно Приводить Как раз Это место Писания Но Да ты что Не понял Что ли Ну вот Сейчас Это Высоцкий Поёт Хорошую Религию Придумали Индусы Что мы Отдав Концы Не умираем На совсем Стремилась Ввысь Душа Моя Родишься Вновь Героем И так Далее Конечно Переселение Душ И всё В другом Теле Это часто Сейчас Гадательные Аппараты Целые стоят А я погадала Там Девчонка Бежит На вокзале Ну что она Там такое В другом Городе Что там Такое Я нагадала Оказывается Я там Была цыганкой Я там В Испании Жила Что-то там Гадала Всем И так далее Вот А другая Я там В третьем Теле Была Мужиком Каким-то Там И рассказывают То есть Опасность Я правильно Понял В том Что Человек Который Поверит Этой ереси Что Он не бодрствует Что он Не бодрствует Ну подумаешь Я буду грешить У меня будет Другое тело Я потом Из этого Тело И еще Будет Другое тело И как Из гуся Форося Последствия Могут Быть Разные Даже Не предскажешь То есть Страха Божия Нет У человека Он не бодрствует Он не верит Что он тут же Попадет В ад И больше У него Не будет Шансов Вот это То и будет Что ад Впереди Вот это Все Как раз Ада и нет Уже Его нет Пятый стих На сие самое И создал Нас Бог И дал нам Залог Духа Толкованием А сотворивший Нас На сие Самое Изначало Говорит Есть Бог Ибо Он создал Нас тем Чтобы мы Были Нетленны И не ныне Только стало Угодно Ему это Но было Угодно Изначало И это В точности Сбудется Хочешь Говорить Доказательство Дам тебе И другое Тот Кто дал нам Духа Через крещение Дал нам И залог Нетления Ибо Осветил И душу И тело И как Ту Так и другое Соделал Божественными Освободив От греха От которого Произошла Смерть Поэтому Если дал Духа С большой буквы То явно Что освободил От греха Таким образом Залог Будущего Бессмертия Есть Дух Или иначе Даровав нам Ныне Духа Отчасти Дал Некоторый Залог Что даст И целое Как же Даст Если не будем Нетленным По душе И по телу И так Получив Здесь Немногое То есть Залог Надейся Что будешь Иметь Тогда И целое Понятно Можно Я тут Как бы Расскажу Как бы Получается Так Что Раз Господь Нас Принял В царство Небесное Ну то есть Церковь свою Мы стали телом Господа Иисуса Частью тела Господа Иисуса Христа Какое там Перечисляет Опять же Апостол Говорит об этом То Теперь мы Вот это Все нетленное Все что относится К царству Небесному И в нашей жизни В этой земной Присутствует Почему И христианин Как говорит Иоанн Златоуст Он должен Вообще От людей Других Отличаться И даже В старости Вот ты стареешь А мы не должны Мы не стареем Верующие люди Почему Потому что Постоянно Дух Святой Наполняет Паруса веры нашей И апостол Петр Говорит Мы идем От веры К вере И как он доказал Это сам Жизнью своей Когда он уже Уходит из Рима Христиане Решили его спасти И Господь Является ему Говорит Куда ты идешь Он говорит Господи А ты то куда И он С крестом Немо И он идет Дальше Он понял Что Господь Теперь идет Умирать за него Пришло его время И он как молодой Взбежал На этот Ишапот Да еще попросил Меня как Господом Вы будете распинать И распяли его По его просьбе По его желанию Не так как Господа Вниз головой Даже еще Вот Стремиться надо К чему Все время К почестям Вышнего звания Как говорит Апостол Павел А не так что На одном месте Заснул уже Или как у нас Вот сейчас Крестились И теперь все Он крестился Он все важное Поисполнил А теперь Его не касайся Сказали Ты бороду Пострей Тебя Ипитим я Что Да я с вами Вообще Не хочу Знаться Раз уже Ушел Нету человека Здорово Живешь Это что за Христианство Такое И у нас Братья Родились дети Родились дети Так у меня дети В неразумии Говорил я тогда Что благовествовать Надо ходить Я теперь Открылись глаза Дети это все Это вот туда Все надо сливать Все что есть Еду там И так далее Время свое Одежду Все туда сливать Да и это тоже Неправильно Теперь дети у тебя Так ты теперь Детей веди за собой Пример Андрею Глухонемому Говорю Ты пример должен быть Пример для них Останься Посиди здесь А мне что здесь делать Мне нечего тут делать Я что спать Тут буду у вас сидеть Ну то есть Ему никто не переводит Все Значит ему скучно уже Я говорю Книг то сколько На столах показываю Книг то Сиди читай Занимайся душой Показывает Евангелие Берет Евангелие Они дома Почитают Ну Нечего им тут делать Я говорю Там говорить будет Показываю Игнатий будет Говорить там Ну все Он знает Что так это Игнатий Ему ничего не надо Все Он уже раз Он сразу А ты вот так вот На меня Ты злой Все Ты неправильно сказал Все Никогда детей Не оставлю здесь Вот это здорово Живешь Договорились уже Вот я как раз К предыдущему стиху Немножко ты задал Вопрос Он немножко Не по теме Но я об этом думал Сейчас я вспомнил Вот смотри Когда допустим Христиане мучаются Вот написано Мы воздыхаем Под бременем Вот этого тела Грехи И все И хотим вырваться Отсюда То есть Обвиняют Да что вы просто Желаете сами смерти На самом деле Христиане Желают облечься В новое тело Не то что просто Умереть и все Это радость для них Но мученики Когда умирают Всегда Имели надежду Что Бог Даст им новое тело И не боялись этого Почему смерти Мученики не боялись Потому что они знали Что Бог дарует им Просто новое тело И они будут уже В этом новом теле Нетленными И смерть будет поглощена Победою То есть Ну Можете Не понятное Ничего Не новое тело даст А мое И справа Воскресит Мое тело Да Твое И мое собственное тело И оно просто Не будет тлеть И он не сейчас Даст Тема мое будет Новое Отличаться То есть Не новое Не в смысле Другое Не другое Да Своё И он зато Вот говорит Золотой сосуд Треснул Ну на нем Разные там были Какие-то повреждения Хозяин берет На куски Дробит его Расплавляет И делает новый сосуд Новый Уже на нем Никаких недостатков нет Вот так тело Человеческое Это сгнило А как оно Так из ничего Создал Бог А тут молекулы Оставались Бог опять Его созидает Ну я был Допустим У меня отец Без одной руки Но там будет Все И волос здесь будет И рука здесь будет Все будет И здесь будет волос Да Вопросы то и есть Какие это возникают Потому что Опыта нет такого А как это будет А как это А будут Он собак любит А собаки там будут А меня спрашивают А вы узнали Там голуби будут Нет Я говорю Узнал Узнал И собаки будут Да как это А как в раю Это же раем называется И вся тварь говорит Воздыхает Желая Чего Знаю что будет освобождено От рабства Тлению Славу Сынов Божьих Свободу славы Детей Божьих А как это будет Конечно Расплаждения там Никакого не будет Определенное число Бизонов Мамонтов Слонов И все Много Что непонятно Но Надо согласиться Что будет дивное Вот интересно Я говорил об этом Когда У буддистов Они уже достигают Определенного совершенства Там на горах сидят Первый Начальный Он считает Господи Иисусе Христос И Божий Помилуй нас А у них считает О мане падме хум О ты сидящий в лотосе Своему божеству Да 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 Потом О мане падме Все Это уже у него Вторая стадия пошла И наконец Последний Это уже схи монах И он выходит Ооо Оо У нас у православных Вот это Кроме удивления Ничего нет И в одном месте Написано И будем подобны ему И толковать И говорит Ооо Прямо написано Православное И говорит Ооо Подумать страшно То есть тело наше Будет подобно Телу Господа Нашего Иисуса Христа И начинает с буквы О И запятая стоит Это тот самый момент Когда все знания Все эмоции Сконцентрировались В вечности Но ты не знаешь Какой будешь А какой он Такие мы будем Больше ничего не спрашивай А какой он Глаз человеческий Никогда этого не видел Ухо не слышала На сердце Воображение У него одного фантаста Не приходило Как будет А что Это несравненное Мне один рассказывал Я говорит Мне показано было Вот возьмите Говорит воробья какого-то И Павлин Ну как он Вы видели Павлина Когда настоящий павлин Он как раскинет Там у него везде Это нарисованы Кружки на перышках Да к вечности Этот павлин наш Говорит Как тут воробей Так против небесной Птицы Так он выглядит Ну этот Там на шахтах Где были Которые мужчины Это адмирал Мы его записали Он там на лесопилке Работал Он живой И он рассказывает Ну это похоже Он рассказать не может Но примерную разницу Показал И надо научиться Вот это О Произносить С великим удивлением А когда о себе Подумаешь Кто я был И где бы я был Если бы я не услышал Подумать страшно Мне теперь Когда мне ту Открыл ты дверь Не той бы улицы Прошел Меня не встретил Не нашел Это Господу Понимаешь Когда это все Понимаешь Богу много слов Не надо Молитвы должны быть Короткие О дивный создатель Сколько вокруг Меня соседи Погибают Они не знают тебя Они уходят В таком страхе Все ушло У него ничего нет Ему бы радоваться надо Он последнюю таблетку Отдает Чтобы мужскую потенцию Возобновить И молодой Как жеребец Я говорю Еще помер У него вся энергия Это ушла Низом А наверху Ничего не осталось Сердце остановилось А что нужно Бога благодарить Что вся эта забота Ушла Не надо об этом думать Есть у тебя Нет у тебя Имения Дети Звания Медали Никакой роли Не играет Он умер Смотрите о немцове Сколько говорят Какой он был А ничего нет Он лежит Гниет уже Лучше быть Живому псу Чем мертвому льву Вот и все А там что говорят Никогда не встревай Благодаря Я знаю Мой Христос Умер за меня Меня он воскресит И надо Приготовиться Проверь меня Господь Особенно в вечерней молитве Не спеши уснуть Попроси Чтоб Господь Еще раз проверил сердце Многие легли И не встали Златоуст говорит Это могу быть я Да Ну что Все Да Наверное Какой стих закончили Еще три минуты Людмила Степановна Последний стих Какой был Пятый Пятый С шестого начнем Пятого стиха Володя Напомни Я хотела у вас спросить Вот Игорь Когда говорил Когда Игорь говорил Относится ли к этому Что Что разрешите на земле То будет разрешено и на небе Относится ли это к тому Как изменятся наши Ну как Когда мы попадем Туда Это повлияет на То что мы здесь разрешили Это особенно повлияет Особенно Да Но это не только к священникам Это когда между собой Мы не поладили А потом примирились А в священниках Это уже то что не касается Кто-то умер С кем-то я не разрешил Везде надо достигать совершенства Вот и вчера я посмотрел В рекорд генисом Записали с человеком На бильярде играют Что? Сколько шариков Кто знает Которые разбивают Вот этот треугольник 15 И он показывает Метится Метится Вот такой И как ударил И они по разным сторонам Все 15 Упали в разные лузы И все это заснято Одним ударом 15 шар Луза Это дырочка В которую шарик попадает И они покатились Вот ударился И туда медленно-медленно И один упал Второй Третий Четвертый Пятый Пятнадцатый Свалился От одного удара Это никому никогда не удавалось Даже здесь И то можно показать себя На бильярде Одним ударом 15 шаров выбил Это очень сложно Это невероятно Это никому не удавалось Притом заснято все И сразу подали Его зафиксировали Мужика Так мы с Володей Раза два посмотрели Реально Это не подделано Но видно Что он не первый день Там толкется Ну ладно Узнали Но еще Даже если бы Весь стол свернулся И в лузу затолкался И то бы ничего не было Ты то остался То же самое Видно что он Такой напряженный Прямо он старается Как глядит И ну видно что он Прямо очень охота Я бы чтобы Выпало там 16 шаров туда К нам дедушка один Подошел на благовестие Сначала долго пристраивался Туда прошел Сюда прошел Потом мы уже Собираться начали Все таки подошел Начал вопросы задавать Открыли ему А бородец Заинтересовался Начали прям Библию Я говорю Библию открыть Он Открой Я говорю Володя давай Библию Ничего себе Первый человек такой Который Гурченко Библию открыть Открывает А обычно все Не они Не надо Открываем Библию Начинаем Он читает Прям сам вчитывается Все Ну до такой степени Реальность Потом с Надеждой Стоят В магазине Разговаривают Я подошел Говорю Ну как Надежда Васильевна Все тут беседует Потом Рассказывает Уже она сама Говорит Ну знаете что Я к вам на занятия Все таки не пойду Пригласили на занятие Вот Она говорит Ну почему не пойдешь Потому что Вы больше меня знаете Смотрю я И вы меня там Переубедите В том что я говорю Я говорю Вот это Открытый человек Честный Вот все такие люди То есть они боятся Потерять свое я Не все Почти Мы были у отца Кирилла Помнишь один старец Который около меня Все время сидел Так он Вот так вот от меня С этой стороны сядет Вот так вот опять Старец да? Старец У него настолько мудрости На лице Кротость и смирение Да откуда вы приехали И опять запишет что-то И опять задаст вопрос И он Это все на видео заснято И на подыраке Отзывал Отзывал все в сторону Один на один поговорить Он это Закрывался Чтоб его не снимали Очень сильно похож на того Кто 38 лет лежал у купели Он очень внимательно Тоже и так слушал Ну да Даже сегодня Я на него смотрю Он отличается от всех А тот юноша Это поднимешь Мужчина подошел Который адвокатом Ходил Ходил Вокруг меня Подошел Меня сует Я вижу 400 долларов 400 долларов Это уже деньги А что Помолитесь У меня тут неладно Ну мужчина Высокого роста Нормальный Чего у него не наладят Ты даже и гадать не надо Чего у него делается Да понятно И что Помолиться Сиевой не то Помолиться надо Все рассказывает Зоя дает жару Мы все Начнем рассказывать Это большая книга получится Я все вспоминаю Где были Как говорили С кем Что Бог сотворил И как мы вернулись домой Я не могу опомниться По сегодняшний день Так помоленьку Вспоминайте Записывайте Мемуары Да нет У нас на видео записано Все Слава Богу У нас на видео Но надо перепечатывать То что Самые интересные Бесседры А тоже нет Кто-то другой А есть где-нибудь видео Где вы Как уличный проповедник Что народ слушает Много рассказываете Вы в книгах пишете А тогда вообще Ничего не писалось Ну представь Я нахожусь Около храма Василия Блаженного Мне вот посмотреть Василия Блаженного Знаешь где В Москве Ну в Москве Самый красивый храм С такими бетушками Ну не было Я внутри его проповедовал В Исаакиевском соборе Весь забитый полностью Весь И я перед ними стою И проповедую На площади На метро Даже трудно сказать Где не было А один храм Только выходит Я говорю Скажи-то Люди пошли туда Все разворачиваются И я стою Но мне запомнилось Нет Так как одна женщина Подошла Долго слушала А у меня Евангелие Открыто И она Евангелие вот так Положила Тогда я не знаю Там деньги Большие Или 10 рублей Она положила Помолитесь Чтобы Брежнев Подох скорее Вообще Понимаешь Ну у народа Вера очень большая Да Крепкая Крепкая вера Подох все-таки Ну у русских Всегда было так Придет Иван Бурачок На печке Приедет И все выправит Однозначно Со щукой Причем Это был такой поэт Роберт Рождественский Он как-то говорил Пишут письма Ну у нас народ хороший Ну вот председатель такой Ну вы там поищите Такого башковитого Делового мужика Он говорит Ну на полочках Они у нас нигде не лежат Чтобы я подошел Деловитый хороший Я его снял И вам Шипунова послал Ищите среди себя Они там где-то есть Можно Показали семью поляков Фермеры И говорили Там все разваливается В долгах все Технику Эти приходят Банкиры забирают За долг И она говорит Нам сюда Польшу Только Путина Теперь надо Иначе Говорит Никто нам порядок Не наведет Так что уже теперь Путина надо Я стихотворение одно считал Может кто слышал раньше Дед пошел продавать корову Корова бодается там Молока мало дает А пионер идет Подошел деда Ты что корову продаешь Да Никто не берет Давай я буду помогать Пионер Он подошел И начал говорить Корова редко Сементарской породы Продается За один раз Не выдаешь за день Устанет рука Устанет рука Он пока говорил Дед посмотрел Нет Говорит Такая мне самому нужна Развернулся И скажу И пошел домой Еще надо уметь Рекламу дать Пионера надо иметь И вот главный Можно спросить Угнать Да меня не по тем У меня вопрос мучает Игорю отдали за гречку Деньги или нет Нет Не отдали Не отдали Сердце болит Я не слышал Обидно 16 тонн Отдал Как он трудится 16 тысяч килограмм И тот говорит Я не брал И по сегодняшнему Такое поле Хорошая гречка Игорь Он простодушный Ну молитесь Призывай к молитве Давай молитесь Давайте сейчас Молитесь Конечно Помолитесь Все сюда Чтобы зашли Попросите Молитва Попросите Кто там есть Сюда заходите А кто из вас А кто из вас А кто из вас больше Она побольше Она рядом Стоит со мной Стоит Смотри как мы будем молиться Моленько назад Вот так Боже Слови болящего Сергия Павла Александра Ты знаешь Ты знаешь их Поименно Даруй мир Господи Господи Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Молящих о тебе На небе и на земле Господи Соедини нашу молитву С их святостью И услыши Молитву всех Молящихся О нас Во благо нам И кто отсутствует Братья и сестры Благослови их всех В тех обстоятельствах Где они находятся И услыши Нашу молитву О всех Заповедавших нам Молиться о них Тебе Боже Слава За все Отец Сын И святой дух Аминь Говори Господи Владыка Слушай и ты Слыши Тракт твой Аминь Аминь Во славу Божию Слава Христу Спасибо Безусу Молитву Спасибо А кто сегодня Готов на благоресе Так Сестры Сразу книги Затройте там Да ты понятно Без себя Нина Александровна Вы как